Здравствуйте, наши дорогие друзья и гости нашего канала! А сегодня, как я и обещала, у нас рецепт домашней халвы. Это очень-очень вкусно, ароматно! Друзья, с этим рецептом справится даже ребёнок! Попробуйте этот очень-очень простой и вкусный рецепт. Для нашей халвы нам в первую очередь понадобятся зёрнышки подсолнечника. Также я люблю, чтобы в халве присутствовали немножечко орешки. Поэтому я беру орехи. Вы можете не добавлять на свой вкус, потому что орехи любят не все, и я это знаю. Конечно же, нам понадобится масло без запаха, немножечко кокосовой муки, водичка для сиропа, стевия, возможно, вы будете использовать эритри или обычный сахар. Я воды беру поменьше, потому что я хочу добавить сюда немножечко вот такого сиропа. Итак, приступим к нашему приготовлению халвы. Семечки нам нужно обжарить. Мы их можем обжарить, конечно же, и на сухой сковороде, и, как я, например. Я хочу просто пожарить в аэрогриле, чтобы не стоять и не помешивать эти семечки. Просто высыпаю их вот сюда, ставлю их в аэрогриль, и они там прекрасно себе поджарятся. Итак, посмотрим, что с нашими семечками. Так, еще рановато. Они должны поджариться до румяности. Семечки, самое главное, не пережарить, чтобы они не подгорели. Вот до такого вот румяного состояния этого будет вполне достаточно. Они уже маслянистые, хорошие, вкусные. Пробуйте на вкус. Готовые зернышки я пересыпала в тарелку, чтобы они немножечко остыли. И будем перебивать их в блендере. Тем временем, пока у нас остывают зернышки, мы берем две столовые муки кокосовой и слегка обжарим их на сковороде. Не пережаривать обязательно, только слегка. Вот так постоянно помешивая. И кокосовая мука, смотрите, у нас уже приобретает такой немножечко коричневатый цвет. И мы ее обязательно пересыпем, чтобы она не стояла у нас в сковороде и не пережарилась. Наши остывшие зернышки мы пересыпаем в кофемолку или что у вас есть, чем можно их перемолоть. И приступаем к перемалыванию. Смотрите, они уже как перемололись. Мы сейчас включим их еще немножечко. А тем временем мы займемся с вами сиропом. Вот я подогрела тепленькую водичку. Берем водичку, наливаем ее. Добавляем сюда стевии. И размешиваем наш сироп хорошенечко-хорошенечко, чтобы сахар наш или стевия или эритрит, на чем вы готовите, чтобы они у нас растворились. Берем чашку и высыпаем наши перемолотые зернышки. Теперь добавляем в наши семечки растительное масло без запаха. И все это хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем наши орешки. И перемешиваем всю нашу массу. Добавляем сироп. И нашу массу хорошенечко перемешиваем. И смотрим, чтобы она у нас не была жидкой. Постепенно добавляем наш сироп. И перемешиваем. Сиропа я добавила мало, как я вам уже говорила. И я хочу сюда добавить еще вот такой вот сироп. Это кето-сироп специальный. Кто меня давно смотрит, тот знает уже, я его уже показывала. Вот примерно у нас получается вот такая масса. Она у нас не жидкая и не густая. И в этот момент уже можем мы добавить кокосовую муку, которую мы с вами уже обжарили. И все это вместе перемешаем. Практически наша с вами халва уже готова. Сейчас мы ее хорошенечко перемешаем. И приступим к завершающему этапу приготовления. Ну и конечно же, в эту халву вы можете добавлять все, что угодно. Можете, конечно, добавить и шоколад, если вам это нравится. Так как сейчас мы знаем уже у нас халва бывает и в шоколадной оболочке, и какие только угодно. Я добавляю просто орешки. Теперь нам понадобится любой контейнер, который есть у вас, и пищевая пленка. Устилаем наш контейнер пищевой пленкой и будем выкладывать туда нашу халву. Наш контейнер мы устелили. И теперь выкладываем нашу массу. Если хотите, друзья, можно растопить шоколад, вылить его сюда тоненьким слоем и чуть-чуть подморозить. И следом выложить нашу халву. И тогда халва будет у нас шоколадная. Но мы сделаем обычную нормальную халву, как из нашего детства. Выкладываем ее, разравниваем аккуратненько в контейнере и отправим ее остужаться. Вот так упаковали нашу халву хорошенечко. И отправим ее, как минимум, на час в холодильник. И затем достанем и будем ее нарезать. Ну что, друзья, наша халва пробыла один час в холодильнике. И мы ее будем сейчас с вами нарезать. Посмотрите, какое чудо у нас получилось. Это очень-очень ароматно. Давайте порежем нашу халву. Вот такими небольшими кусочками. Ну вот, такая у нас с вами получилась очень вкусная, аппетитная и ароматная халва. Ну а вы, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и будьте с нами, друзья. У нас очень-очень много вкусных рецептов. Попробуйте нашу халву. Спасибо.